Ребята, привет! Здесь Лиза и сегодня в моей красной коробке динозавры. Древние ящеры. Они обитали на нашей планете много миллионов лет назад и вымерли задолго до появления предков людей. Это Димитродон, самый древний ящер. Появился, когда на земле был сухой и жаркий климат, много песка, мало растений и водоемов. Свирепый хищник. Он был самым крупным животным своего времени. На спине у Димитродона был большой тонкий гребень, как парус. Возможно, им Димитродон отпугивал соперников или охлаждался с помощью него в жаркий день. Бегал Димитродон очень быстро, так что у древних амфибий ящериц, которыми он решил полакомиться, было мало шансов спастись. Герерозавр. Еще один древнейший динозавр, но передвигался он уже на двух задних лапах. Передними лапами с сильными когтистыми пальцами он, возможно, захватывал добычу и рвал мясо жертвы своими острыми зубами. Но постепенно на земле становится влажно. Появляются болота и озера, растения, папоротники и хвощи. В лесах растут высокие деревья с толстыми стволами. Наступает мезозойская эра, время, когда миром правили динозавры. Это брахиозавр. Длинная шея. Внешне он очень напоминает гигантского жирафа. Но он был в два раза выше жирафа. Питался брахиозавр листвой деревьев и благодаря длинной шее мог дотянуться до самых высоких ветвей. В день он съедал пищу в десять раз больше, чем нужно современному слону дилофазавр. Дилофазавр был одним из первых примитивных хищников, перемещавшихся на двух ногах, так называемых тераподов. Дилофазавр был самым крупным хищником своего времени. На черепе красовались два гребня, тянувшиеся от ноздрей до макушки. Дилофазавр быстро бегал благодаря длине и силе ног. Во рту у него находились острые, как бритва, зубы. Пальцы на передних лапах были оборудованы когтями. Стегозавр. Это травоядный динозавр. Сам стегозавр был размером с микроавтобус, а его маленькая голова по размеру сравнима с головой современной собаки. Спина покрыта костяными пластинами. Такая защита приходила стегозавру очень кстати, потому что жили стегозавры бок о бок с очень опасными хищниками. На хвосте две пары шипов, острых как жало. При приближении хищника стегозавр яростно размахивал хвостом и таким образом оборонялся. Лексавизавр. Это более ранний предок стегозавра. В отличие от стегозавра, у него есть пара длинных шипов на плечах, торчащих в бок. Мирогая. Еще один родственник стегозавра. Обладал довольно длинной шеей. Игуана-дон. Травоядный динозавр. Ходил на двух ногах, а на передней конечности мог иногда опираться. Большой палец шипов использовал для защиты. Имел клюв, а внутри пасти были зубы. Типлодок. Диплодок. Мощные ноги, похожие на столбы. Диплодок передвигался очень медленно из-за своих огромных размеров. Невероятно длинный хвост, которым он как кнутом размахивал из стороны в сторону, не подпуская к себе голодных хищников. Это травоядный динозавр. Челюсти развиты слабо, и вряд ли диплодок мог хорошо пережевывать пищу. Вероятно, он питался побегами папоротников. Из воды он вылавливал водоросли и мог при этом заглатывать мелких моллюсков. Амаргозавр. Дальний родственник диплодока. Был меньше диплодока по размеру, а шея была покрыта длинными шипами, которые он использовал для защиты от хищников. Питался амаргозавр тоже папоротниками. Аллозавр. Аллозавр. был хищником и прекрасным охотником. Жертвами аллозавра могли быть теплодоки и стегозавры, а охотились аллозавры предположительно грубые. Аллозавр перемещался на задних мускулистых лапах. Передние конечности были короткими, но довольно цепкими. Их аллозавр использовал для захвата добычи. Аллозавр настигал жертву, запрыгивал на нее сверху и впившись когтями в плоть, пускал в ход свои челюсти с зазубренными зубами. А это знаменитый тираннозавр Рекс, ящер-тиран, самый страшный хищник своего времени. С помощью мощных челюстей и острых зубов тираннозавр отрывал большие куски мяса и дробил кости жертвы. Передние лапы с двумя пальцами были крошечными и слабыми. Передние лапы были далеко от пасти, так что вряд ли он мог использовать их при поедании пищи. Тираннозавр мог бы заглянуть в окно третьего этажа, но зато он вряд ли мог быстро бегать с таким огромным весом, хотя задние конечности у него были очень мощными. Субтитры создавал DimaTorzok